Такое может быть, но нельзя... Вот поймите, если бы вы точно знали свое прошлое, вы бы могли так думать. Но если вы точно не знаете свое прошлое, тогда так думать неправильно, потому что это приведет к определенным изменениям реальности. Вот, например, у меня есть один знакомый, который говорит, что дети его сына, то есть его внуки, которые рождаются, это его родители в прошлой жизни. Ну, соответственно, он к ним так и относится, как к своим родителям, хотя это уже его внуки, а не родители. То есть это накладывает серьезный отпечаток потом на том, как протекает судьба. Вот, например, я приведу такой пример. Вот одна женщина ко мне подошла и говорит, у меня есть муж, у нас двое детей, но я хочу уйти от него, потому что у меня есть еще другой человек, который был мужем несколько прошлых жизней назад, мне. А это только одну жизнь, что я с ним буду жить, если он только одну жизнь, вот эту жизнь со мной как бы живет. А несколько прошлых жизней, я жила с тем. Я говорю, а на каком основании вы это утверждаете? Вы что, помните свои прошлые жизни? Она говорит, я чувствую, что он был моим мужем в прошлых жизнях. Я говорю, это не основание, это может быть ваша иллюзия, потому что человек часто в своих ощущениях ошибается. И если эта ошибка ничего не значит, то тогда нормально. А если эта ошибка приводит к каким-то поступкам серьезным, тогда не очень. Поэтому вы можете иметь основание так думать, если у вас вы четко помните свои прошлые жизни. Вот кем вы были в прошлой жизни, скажите мне. Просто последний раз у меня была встреча с человеком, с женщиной, и вы почувствовали, что я в прошлой жизни была ее матерью, а она моим ребенком. Это неправда. Я сейчас могу это точно сказать. А почему тогда? Потому что вы в прошлой жизни были не женщиной, а мужчиной. А почему тогда он не чувствовал так? Ну, вы любите, наверное, ее. Какие-то есть родственные чувства, ощущения, какие-то родственные связи между людьми могут быть. И вы так ощущаете, это нормально. Но она ей тоже говорит, что со мной, когда общается, чувствует ребенка, что будет это я и мама в прошлой жизни. Ну, так бывает. Вот, допустим, встречаются люди, и кажется, что он тебе как отец, кто-то как мама. Это просто связь такая сердечная, это называется совместимость. У вас такая совместимость просто. Бывает совместимость, допустим, с одним человеком, как с отцом, другим, как с сыном. Такие бывают виды совместимости. Это бывает. И это вот у вас точно есть. Это женщина для чего-то вошла в новую жизнь. Да, конечно, сто процентов. Если есть совместимость, значит, что этот человек имеет какую-то роль в вашей жизни. Но при этом нельзя это неправильно истолковывать. Просто я обращалась к физическому номерологу, он мне сказал, почему-то, что я в прошлой жизни была женщиной. А вот это в это верить не надо, потому что, ну, эти все номерологи, астрологи, они слишком много на себя берут сейчас. Они такие корки мочат, что мама дорогая. Понимаете? То есть, если ты хочешь с судьбой работать, то ты должен видеть судьбу или понимать, как она действует. А они не видят судьбу, они просто смотрят в какие-то свои расчеты, которые могут быть заведомо ошибочными. Например, могу вам такой пример привести. Я изучал эту тему дату рождения и пытался научиться определить до секунд эту дату. И научился это делать. И увидел, что большинство астрологов пользуются не теми датами. И там, вот я потом смотрел разницу и видел, что колоссальные ошибки из этого вытекают. То есть, так как сейчас никому неизвестно точные даты рождения, там играют роль даже минуты. Понимаете? Поэтому и верить полностью в их прогнозы нет смысла. Потому что, когда, ладно, ты пользуешься, когда просто обычной картой, там еще как-то можно. А они пользуются, понимаете? Есть много расчетов, которые связаны с дробями. То есть, там, допустим, есть какие-то градусы каких-то планет, и эти градусы совмещаются друг с другом. А если тебе, допустим, чуть-чуть, несколько секунд поменять дату рождения, и градусы эти тоже меняются чуть-чуть, и вообще другие из комбинаций происходят, и другие соотношения, они там сочиняют на эту тему вообще. А нумерологи так вообще пользуются несколькими числами для того, чтобы все это считать. Это вообще неправильно. Да мне не надо знать, что он сказал вам. Потому что я уже и так могу сказать сейчас, что этот человек не разбирается в вашей судьбе. Что вы дальше об этом говорите? Я могу вам доказать очень легко, что вы были мужчиной в прошлой жизни на основании вашей этой жизни. Хорошо? Очень легко. Вы в молодости, когда были маленькой, спросите у свою маму, как вы себя вели. Есть два типа девушек. Одни себя в детстве ведут себя как девочки, очень нежные, ласковые. А другие ведут себя как мальчики в раннем детстве, в 3-4-5 лет. Дерутся там, ведут себя грубо, там капризничают. Вот те девочки, которые ведут себя грубо, так как мальчики, они в прошлой жизни были мужчинами, еще не успели перестроиться. А те девочки, которые ласковые и нежные ведут себя в прошлой жизни, они были девочками и в прошлой жизни. Вы вели себя как мальчик. Это мое утверждение. Очень удивительно. Вроде я всегда была таким ласковым, здоровым ребенком. Нет, спросите у своей мамы. Вы, может, помните себя с 5 лет, с 6. В раннем детстве вы везли себя достаточно жестко. Это мое утверждение. Я, как и все люди, могу ошибаться. Но вы спросите сначала свою маму. Хорошо? А завтра продолжим эту беседу. Спасибо вам, любви. Вы, может, помните себя с 5 лет, когда 5 лет уже, 5-6 лет девочке, она перестраивается. Но в 4-3 года себя часто люди не помнят, а ведут себя вот так очень жестко часто девочки. И именно до 5 лет можно увидеть, если девочка, допустим, очень нежная, такая ласковая, до 5 лет. Значит, она также и женщиной была и в прошлой жизни. Но мое восприятие в вас, в вашей судьбе говорит об обратном. Спасибо вам, любви.